Добрый день всем. Простите, я первый раз выступаю, поэтому... Я хочу немножко рассказать структуру и особенности работы отделения радионуклидной диагностики. Отделение радионуклидной диагностики — это специально оборудованное помещение для работы с открытыми источниками ионизирующего излучения, оснащённое радиодиагностической аппаратурой и укомплектованное аттестованным медперсоналом. Открытый источник ионизирующего излучения — это источник, при использовании которого возможно поступление содержащихся в нём радиоактивных веществ в окружающую среду. Обязательным условием работы отделения является наличие лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения органов Госсанэпиднадзора на право работать с открытыми источниками ионизирующего излучения с указанием радионуклидов и максимально допустимой их активности на рабочем месте. В зависимости по величине используемой активности радиофармпрепараты, энергии излучения и периода полураспада радионуклида существует три класса лаборатории. Первый класс — если после введения радиофармпрепарата пациенты предоставляют опасность для окружающих, диагностика лечения радиоактивными препаратами. Поэтому в состав таких отделений входит санпропускник, отдельно изолированные палаты со специальной системой канализации, не позволяющей радионуклидам загрязнять окружающую среду, и пациенты пребывают в таких палатах до снижения излучения до нормы. Второй класс — если после введения радиофармпрепарата пациенты не опасны для окружающих, в основном в диагностике. И третий класс — если используются минимальные активности радиофармпрепарата, излучение которых близко к фоновым величинам. Структура радионуклидного отделения включает в себя блок для работы с открытыми источниками, блок радионуклидного обеспечения и радиодиагностический блок. Дополнительный блок — изолированная палата для больных со специальной системой вентиляции и канализации входит для отделений первого класса. Структура блока для работы с открытыми источниками блок радионуклидного обеспечения включает в себя санпропускник для персонала, хранилище радиофармпрепаратов и радионуклидов генератора технеция. Из хранилища радионуклида при помощи транспортера передается в фасовочную, где происходит приготовление и радиометрия вводимой активности с помощью доз калибратора и фасовка радиофармпрепаратов в зависимости от проводимых в данный момент диагностических исследований. Процедурная, где проводится введение радиофармпрепаратов, моечная, предназначенная для предварительной дезактивации посуды и инструментов. Комнаты ожидания пациентов необходимы на период времени для достаточного накопления радиофармпрепарата в органе или в системе. Пациенты здесь находятся от 10 минут до 4 часов. И хранилище временного хранения радиоактивных отходов. Радиодиагностический блок, где установлена радиодиагностическая аппаратура. Вот здесь вы увидите на фотографии наша аппаратура, гамма-камера и однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, его еще аффект КТ. Основные особенности работы медперсонала связаны с необходимостью соблюдать технологии приготовления радиофармпрепаратов и нормы радиационной безопасности. В процессе работы в радионуклеидной лаборатории и по окончании ее проводится дозиметрический контроль чистоты рук, одежды, рабочих мест с помощью приборов, установленных в фасовочные, в хранилище, в процедурные, в моечные. И кроме того, у каждого сотрудника имеются индивидуальные дозиметры, показания которых снимаются каждые 3 месяца и регистрируются в специальном журнале. Здесь на фотографии видно свинцовый контейнер с поступлением. Вот мы получаем в таком виде радиофармпрепарат. Дальше мы, видно, вот здесь работаем в свинцованных таких контейнерах, где мы абсолютно защищены свинцовой стенкой, стеклом и приготовляем нужную дозу, нужный препарат. Делаем замер в доз-калибраторе. Ну и черненький и маленький – это дозиметры для индивидуального контроля персонала. Основные документы, регламентирующие выполнение норм и правил радиационной безопасности. Это федеральный закон о радиационной безопасности населения от 19 января 1996 года, номер 3, форма 3. Норма радиационной безопасности 2009 год. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. Санитарные правила общения с радиоактивными отходами. Перечень и формы учетных и отходных документов в радионуклидном отделении. Это заявки на поставку радиоактивных веществ и вывоз радиоактивных отходов отработанные генераторы. Подлинники сопроводительных документов, поступающих радиоактивных веществ, накладные техпаспорта, приходно-расходный журнал получения радиоактивных веществ генератор технеции, требования на выдачу радиоактивных веществ на рабочем месте. Также журналы иллюирования генераторов технеции, журналы введения радиофарм препаратом, больным во время диагностических процедур, журналы радиоактивных отходов, акты инвентаризации, а именно генераторов технеции. Вот у меня так, кратенько. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие есть вопросы? Вы все три класса радиофарм препаратов используете? Нет, мы работаем по второму классу. То есть у вас палат нет? Нет. А как у вас выглядит помещение, где они накапливают этот радиоактивный? Они могут пить и спокойно? Нет. Ну, пациентам в процедурной делается обычный внутривенный уколчик вот этого радиофарм препарата. Дальше у них комната ожидания с диванчиками, где они сидят и ждут время ожидания. Да, мы их подготавливаем психологически, чтобы они были готовы, потому что время накопления препарата у каждого разное. Если человек 115 килограмм, то, конечно, ему надо препарат накопить подольше. Кто там 60 килограмм весят, то они идут в первых рядах, чтобы им не обидно было. При этом у пациентов есть возможность Продолжение следует...